Всем привет! С вами VideoShopper.ru. Итак, сегодня в нашем обзоре последний представитель линейки A от компании Samsung – Galaxy A7. Предыдущие два аппарата A3 и A5 показали себя с лучшей стороны. A7 по дизайну совсем не отличается внешне от своих братьев, но железо уже совсем другое. Что тут именно и как работает смартфон, мы сегодня и проверим. Итак, комплект. Конечно же, сам аппарат, зарядный блок, USB кабель, наушники, руководство пользователя и скрепка для лотка. Galaxy A7 2016 года относится к среднему классу мобильных устройств, но с визуальной точки зрения и по материалам его можно легко принять за настоящего флагмана. Основным материалом является стекло Gorilla Glass 4, которым покрыты обе стороны устройства и алюминий, который проходит по периметру смартфона. С точки зрения внешнего вида тут все круто. А если подумать о практичности, то если вы не пользуетесь чехлом, обращаться с аппаратом нужно будет осторожнее. По габаритам для устройства диагональю 5,5 дюймов размеры вполне себе стандартные. За счет небольшой толщины корпуса пользоваться одной рукой можно, да и вполне это будет удобно. Одно, что мне не пришлось по вкусу, это кнопка включения блокировки, которую немного нужно было спустить пониже, а то до нее приходится дотягиваться. В остальном А7 выглядит очень интересным и приятным устройством, которым хочется пользоваться, да и удобно пользоваться, даже несмотря на некоторые неудобства. Уже по стандарту клавиши управления давно не меняются и в принципе все осталось на своих местах. Вверху на лицевой стороне разместились датчики, динамик и камера. В нижней части две сенсорные и одна механическая кнопка, в которую встроен сенсор отпечатка. Сзади камера и вспышка. По бокам кнопка включения, слот под сим и клавиши регулировки громкости. На нижнем расположился динамик, разъем под наушники и USB. А7 получил суперамолет экран с диагональю 5,5 дюймов и разрешением Full HD. Сказать по правде, экран тут по всем параметрам очень качественный, даже несмотря на то, что сюда не поставили QHD. На солнце экран ведет себя отлично, с читабельностью проблем нет. Цветопередача и качество картинки отличные. Ну и к углам обзора вообще претензий нет, с этим тут все в норме. Традиционно в настройках можно установить разные режимы. Адаптивный экран, фильм Амолед, фото Амолед и основной. Так что настраивайте на здоровье по своему вкусу и вперед смотреть фильмы и играть в игры. В качестве платформы используется Android версии 5.1 с фирменным интерфейсом TouchWiz. Внутреннее обустройство оболочки, все меню, пункты настроек идентичны другим смартфонам компании. Иконки располагаются как на экранах, так и в отдельном меню. Ярлыки для удобства можно группировать по названиям в папке и задавать им определенный цвет. При свайпе экрана влево появится интерактивная новостная лента Flipboard. Настроив данную ленту под себя, на экране будут показываться самые актуальные новости и информация, которая интересна именно вам. Для этого ему отводится отдельный экран и все может прокручиваться в виде длинного списка. В меню можно настроить управление жестами при помощи которых можно сделать скриншот и отключить звук, включить простой режим, а также выставить обои, темы, поменять шрифт и установить простой режим экрана. Также аппарат обладает сканером отпечатка, который разместился на центральной клавише. По работе он хорошо срабатывает и отзывается без ошибок. Из встроенного софта есть приложение S-Health, Smart Manager, антивирус, программы для работы с документами, набор от Google, диктофон, заметки. Что касается скорости работы операционной системы и оболочки в целом, то она приятно радует и заслуживает только положительных отзывов. Все функционирует быстро и очень плавно, без малейшего намека на рывки или заминки. За работу устройства отвечает восьмиядерный процессор Samsung Exynos 7580 с графическим ускорителем Mali-T720 и тремя гигабайтами оперативной памяти, чего вполне будет предостаточно современному смартфону. Встроенной памяти 16 гигабайт с возможностью установки карты памяти. По карточке точно такая же нелепая ситуация, как и у многих. Вроде A7 двухсимочник, но если вы захотели поставить карту памяти, то вторую симку уже не поставить. Все это железо обеспечивает хорошую производительность устройства и плавную работу приложений. Тут конечно тормозить ничего не будет, но в быстродействии довольно сильно уступает последним флагманам Samsung. С играми все очень неплохо, играть можно даже в самые требовательные и каких-то сильно серьезных проблем не будет. Емкость встроенной батареи 3300 мАч. Показатель продолжительности этого смартфона очень неплохой. В обычном использовании, так сказать простого пользователя, где в основном будут только звонки, можно добиться до двух дней работы устройства. В среднем же аккумулятора хватает на полный день с утра до вечера. Но конечно же все зависит от использования. При большом желании ее можно высадить за 6-7 часов работы с устройством. По мне это вполне неплохой показатель на сегодняшний день. Да еще и при таких характеристиках экрана и самого смартфона. Основная камера Galaxy A7 на 13 мегапикселей с апертурой f1.9, автофокусом, стабилизацией и светодиодной вспышкой. Фронтальная оборудована 5-мегапиксельным модулем с диафрагмой f1.9 и возможностью записи видео в разрешении Full HD. Что мне очень нравится, да и реализовано это отлично, камеру можно быстро запустить при помощи двойного нажатия на центральную клавишу. Запуск происходит моментально, без каких-либо задержек. В меню имеется большое количество разных настроек. Есть режимы съемки авто, панорама, непрерывная съемка, ночь, насыщенные тона и про, где основные функции будут отображаться на экране. На главном экране сохранили минимум настроек, где можно установить задержку снимка, режим HDR, выбрать эффекты и включить вспышку. Также есть клавиша настроек, нажав на нее вы попадаете в обычное меню, где можно выбрать установки для съемки фото и видео, разрешение управления голосом и так далее. Видео камера умеет снимать в максимале до Full HD. Итак, смотрим на что способны камеры А7. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Для проигрывания мелодии используется фирменный плеер с возможностью настройки эквалайзера и других звуковых эффектов. По звуковым качествам все отлично. Звук приятный, уши не напрягающий. Звонковый динамик не назову сильно громким, но скажу, что он весьма неплохой. Из беспроводных коммуникаций есть Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, NFC, USB 2.0, GPS GLONASS и, конечно же, аппарат поддерживает сеть LTE. Ну, в общем-то, подведем итог. Galaxy A7 мне понравился, как и два предыдущих смартфона линейки A. Он отлично выглядит. Тут стоит хороший качественный экран, с которым приятно работать. Да и по остальным параметрам он определенно заслуживает внимания. Так что, кто любит смартфоны от Samsung, я без зазрения совести могу посоветовать присмотреться к данному устройству. Ну, а с вами был VideoShopper.ru. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк. Пока!